Кто открыл? Еще хорошо, если вы откроете свои Библии, где у вас есть на юрите. На юрите Библии есть у вас? Так, давайте, открываем. Нашли, да? Прошу, кто хочет, Сережа. С 26 по 32. И сказал Господь Моисею, говоря, так же в 9 день, 7 месяца всего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицем Господа, Бога вашего. Все, да? А, три строй, да? А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сейт, я истреблю ту душу из народа с ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, и празднуйте субботу вашу. Хорошо. Я вам даю еще второе предложение. Ортодоксально. Очень хорошо, полезно сравнивать разные переводы. Правда? И говорил Бог, обращаясь к Маше, так. Но в десятый день седьмого месяца этого, день искупления, священное собрание будет у вас. И смиряйте души ваши, и приносите огнепалимые жертвы Богу. Никакой работы не делайте в сам этот день, ибо это день искупления, чтобы искупить вас перед Богом всесильным вашим. А всякая душа, которая не смирит себя этот самый день, оторгнута будет от народа своего. И того, кто будет делать какую-либо работу в этот самый день, истреблюя души его и среды народа его. Никакой работы не делайте, это вечное установление для всех поколений ваших, во всех поселениях ваших. Это суббота покоя для вас. И смиряйте души ваши в девятый день месяца вечером, от вечера до вечера. Соблюдайте покой ваш. Соблюдайте покой ваш. Да? Интересно. Хорошо. Итак, видите, в русской Библии этот день как называется? Очищение. Здесь день искупления. Итак, название праздника. Да? Мы начинаем с названия праздника. Название праздника, они всегда соответствуют теме праздника. Начнем с того, что вообще-то там написано Йом Аки Пурим. Йом – это что? День. Га – Ки – Пу – Рим. Ки – Пу – Рим. Вот, Ки – Пур. Даже там в АВ нету. А Ки – Пу – Рим там такая голосовка. Ки – Пу – Рим. Йом – Га – Ки – Пу – Рим. Какой корень? К – П – Р. К – П – Р. Видите, вот с пониманием очищения очень близки есть к ивриту вот такие молдавские, например, корень, то есть молдаван нету, да? Пу – Рим. Очищаться. Пу – Рим. А как были особо такие вот очищенные, отделенные люди в англиканской церкви? Помните, Генрих VIII, он провозгласил протестантство причем он, да, а? Пуритан. Да, правильно. Он провозгласил протестантство, причем он сказал, что он будет сам главой англиканской церкви. Были люди, которые сказали, что глава церкви может быть только кто. И шо, да? Они не признавали Генриха VIII. Это был довольно крутой парень. Он там своих жен, там почти всем потрубовал головы. Да, ну и заодно, значит, тоже казнил одного католика, а одно – протестанты, не признававших. И вот эти протестанты стали называть себя Пуритани. У них был единственный выход – или идти на эшафот, либо эмигрировать. И куда они эмигрировали? В Одессу. Ох, хорошо. Хороший. Ну, в Америку они вообще-то эмигрировали. Помните? Вот этот знаменитый Мэйфлауэр. Эти люди ехали не потому, что, знаете, ну давайте поедем куда-нибудь, посмотрим, что там интересного есть. Да, они вынуждены были бежать. Их называли Пуритани. Пуритани. То есть люди, которые себя очистили, отделили. Другое значение глагола «капаре», «капар» означает «покрывать». Покрывать. «Капар» означает «покрывать». Однократные слова. Капар – капот. Что такое капор? Головный убор, да, женщина? Капот – чехол, который покрывает какой-то механизм. Правда? То есть, Бог что делал в этот день? Покрывал грех. Покрывал грех. Капара. Искупление. Значит, «капар» глагол означает еще… Первое значение – это какое? Да, очистить, да. Второе значение – покрыть. Покрыл. Капар – покрыл. Следующее значение – «капара». Искупление. Да, в этой Библии, видите, переведено как «искупление». Что значит «искупление»? Кто-то кого-то захватил в плен, да? Я его выкупаю. Выкупаю, помните? Был такой обычай. Хорошо. Искупление. То есть, искупает, выкупает узников на свободу. Еще интересное название – «капарот». Капарот – это что было? Крышка. Крышка на ковчеге. Капарот. Почему-то множественное число женского рода. А почему? Крышка состояла из трех слоев, да? Золотой слой – дерево. Сверху – золото. Сверху – что стояли? Как вам на конференции показывали? Ангелы, херувимы, осеняющие, да? Капарот. 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 Нет, ну это-то другое. Не знаю, это я не знаю. Чего не знаю, этого не знаю. Значит, капарот, крышка. И помните, на крышке что было? Она покрывала. Но там не только она покрывала то, что находилось в этом сосуде, да? В ящике. А что она еще делала? Служила троном для Божьей славы, да? Для Божьей присутствия. И в это Божье присутствие только один раз в год заходил первосвященник, да? И он что, кропил чем? Кровью. Какой кровью? Жертвы на Агнца. Куда он кропил? На Капарот. Для чего? Чтобы эта кровь Адам, да? Капарта, покрыла Хататейну. Да? Чтобы эта кровь покрыла наши грехи. Хорошо. Следующее название. Тоже, вернее, от того же корня. Кафар. Здесь Капар, а здесь Кафар. То есть без точки. Кафар, корень, означает отрицать, не верить. Отрицать, не верить. Это мы все разъезжаем в Йом-Кипур. Отрицать, не верить. Вот отсюда известное арабское, как будет неверный, кафир. Неверный, да? По-арабски. Кафир. Что же значит отрицать, не верить? Это что значит? Я не исповедую, что я в аду? Значит, это что значит? Мы всем предназначены для чего? А мы все предназначены для общения с Богом. Но грех отделил человека от Бога. И таким образом, что получается? Если грешный человек не станет святым, он никогда не припадет к оборотке. Это крышки ковчега, к этой славе Божьей. Он никогда не войдет в святое святых и никогда не сможет общаться с Богом. Есть какой-то выход? Правда? Если мы говорить будем только о справедливости Божьей и о святости, то выхода нет. Но когда мы говорим о милости Божьей, то выход есть. Это покаяние и кровь Ишио Мессии. Мы уже говорили об этом на прошлом занятии. Итак, вот эта кровь Ишио Мессии, что она делает? Она отрицает. Она отрицает приговор суда, да? То есть, приговор суда – смерть за наши грехи. Но есть и высший суд. Как я писал в сочинении Лермонтова, помните, на смерть Пушкина. Есть и высший суд. И этот высший суд, да, он… Совершенно верно. Этот высший суд, он отрицает наш приговор. То есть, если еще одно значение – отрицать, не верить. Йом-Кипур отрицает предначертание к смерти за наши грехи. Можете написать определение. Йом-Кипур отрицает предназначение к смерти за наши грехи. Маймонит пишет. Род человеческий стал единственным в мире, и нет подобного его. И в том, что человек сам по себе, с помощью сознания и мышления, знает, что есть добро и что зло, и делает все, что пожелает, и никто не помешает ему поступить хорошо или плохо. Помните, все во власти неба. Кроме чего? Страха небес. Не надо это определять, просто послушайте внимательно. Да, что род… А, Йом-Кипур отрицает предначертание смерти нашей грехи. Не предназначение, а предначертание. Итак, Маймонит. Кто это? Рабе Маше Бен Маймун. Говорит, что человек обладает свободной волей, избирает добро и зло. И никто ему не помешает поступить хорошо или плохо. Когда-нибудь Бог мешал нам поступить хорошо или плохо. Приходил кто-то и хватал нас за шиворот ангела и говорил, надо делать не то, а другое. Правда? Мы делаем то, что хотим. Пусть не придет тебе в голову мысль, подобная тому, что говорят глупцы, какие есть во всех народах, и большинство неучи среди евреев. Будто всемогущий определяет, каким быть человеку – праведным или безнравственным, мудрецом или глупцом, скупым или щедрым. И как о всех других человеческих качествах, нет никого, кто принуждал бы человека или диктовал ему, как следует поступить. И отсюда следует соответственно, что сам грешник служит причиной своих несчастья. Поэтому ему следует рыдать и оплакивать то, что сделал он со своей душой. Нам надлежит вернуться в раскаяние и оставить наше зло, ибо в нашей власти поступить так. Во власти Адама было совершить добро и зло. Правда? Бог сам говорит, есть грех. Вот он перед тобой, перед лицом твоим, да? У дверей твоих лежит. Но ты можешь поступить так или иначе. Вот Господь, Он стоит у твоих дверей, да? Ты можешь поступить так или иначе. Ты имеешь полное право выбора. Итак, следующее название праздника – пур – жребий или выбор. Это похоже с каким праздником? С этим корнем? Пурим. Пурим, видите? Пур – жребий. Пур. Кто бросал жребий в праздник Пурим? Хаман, да? Хаман. Он бросал жребий, когда уничтожить евреев. Но получилось все наоборот. Да? Правда? Наоборот. Видите? Отрицание получилось. Все наоборот. Вот так и здесь. Бросается определенный жребий. Бросается определенный жребий. И до этого, как жребий брошен, как пур. Сделан, да? Никто не может сказать, чем все это закончится. Значит, ки-пур, потому что жребий. Когда-то во времена храма кульминационным моментом дня Йом-Кипур служил предписываемый торой драматический ритуал, нощащий название Авода. Авода Йом-Кипура. Можете сделать себе подголовок. Авода. Что такое слово Авода? Работа. Работа. Второй, под словом Авода, понимается еще служение. Авода Йом-Кипур. Служение в Йом-Кипур. Вы знаете, что в Йом-Кипур было особое служение, которого не было в другие дни. Правда? Какое это служение было? Козел-отпущение, да? Козел-отпущение. Вот это слово Авода. Видите, Ават. Это раб, работник Авода. Авода, видите. Абдалла. Раб Аллаха. Есть такое арабское имя. Авода, служение. Авода Зара. Вот когда говорят язычники, слово, которое переведено как язычники, в большинстве случаев это Гаим, то есть народы. Но есть, когда говорят конкретно о язычниках, говорят Авдей Зара. Это служащие чужим богам или имеющие чужое служение. Авдей Зара. Авдей Зара. Вот тогда, как говорят о язычниках. Итак, Авда, Йом-Кипур. Для жертвоприношения в Йом-Кипур были необходимы, что? Два козла. Два козла. Левит 16.8. И бросит Аарон. Об обоих козлах, что? Пур. Жребий. Один жребий для Господа. Другой жребий для Азазеля. Как это проводилось? Вот здесь картинка. Только я потом прошу обязательно вернуть журнал. Вот два козла. Они одинаковые по цвету, по весу. Правда, тут один козел веселый, он поднял уши, да? А другой опустил. Я поднял голову, другой опустил голову. Вот здесь в руках у священника маленькая дощечка. Она и называется пур. То есть, вытаскивался жребий. Священник возлагал руку на козла, вытаскивал и смотрел. На одной табличке было написано Ле Адонай. Ле Адонай. Ну, тут было непроизносимое имя Божие. А другой табличке было Ле Азазель. Ле означает К. Некоторые говорят, что это один был в жертву для Господа, а другой в жертву для дьявола. К дьяволу жертву никогда евреи не приносят. Не приносили, я надеюсь, что не будут приносить. Да. Но это имеется в виду имеющее отношение к чему-то, да? Одна для Господа или имеющее отношение к Господу, другая для Азазеля. Интересное само название Азазель. Азазель встречается в таком знаменитом... Помните, я вам говорил про ангелов, да? Еноха. Книга Еноха. Она не каноническая книга. Там есть очень разные интересные штучки об ангелах. Ну, мы можем их прочитать. Конечно, учения на этом основании строить мы не можем. Но главой вот этих ангелов, которые пали с неба, был Азазель. Азазель. Что же означает Азазель? Корень Зас означает двигать. Что-то куда-то подвинуть, да? Причем с силой так вот пихнуть. Да, Миша, как? Пихнул. Вот я его и двинул, понимаете? Так вот сильно. Азаз. Я его подвину, я его спихну. Кого? Бога. Видите? То есть, я вспихну Бога. Помните, где это сказано? Что? Зайду на престол Божий, да? Ну, это Алиф. Редуцировалось и получилось Азазель. Позднее Азазель стали называть скалу, с которой сбрасывали в бездну вот это вот барана, то есть козла, который предназначался для жертвы за грехи Израиля. Слово Азазель определяется в Гемарии, в трактате Йома и Орыши, как обрыстая каменная скала, возвышающийся пик, с которого от козла сбрасывали вниз на верную гибель. Козел, предназначенный для Азазеля, представлял собой то, от чего полностью избавляется, что отбрасывает прочь, с чем раздается на веки. Это можете записать. Значит, козел, предназначенный для Азазеля, не в жертву Азазеля, а к Азазелю. Если говорят, пошел ты к черту, лях ли Азазель в современном юритее. К Азазели, правильно говорить, к Азазелю. То есть, он отправился к Азазелю, да? Итак, козел этот, который в переводе нашей Библии называется козел отпущения, да? Итак, что он символизирует, пишите, это важно. То, от чего полностью избавляется, что отбрасывает прочь и с чем расстаются на веки. Ну, это все, прежде всего, конечно, наши грехи. Итак, эти два козла, которые были предназначены для Йом-Кипура, они были совершенно одинаковые. По виду, по размеру, по цене и должны были куплены быть в одно и то же время. Это Мишна-Йома из Гемары. Трактат Мишна-Йома из Гемары. То есть, два козла, они были какие? Совершенно одинаковые, да? И только жребий определял, что предназначено. Каким образом определялась их судьба? Церемония бросания жребия описана у Раши. Раши, рабе Шлома Ицхак, исследователь Торы, который жил в 10 веке, где? Во Франции, да? Помните? Ставит одного козла справа от себя, первосвященник, и другого козла слева. Опускает обе руки в урну и вынимает один жребий правой рукой, а другой левой. Эти жребии он возлагает на кого? На козлов. По одному на каждого. Козел, на которого пал жребий с надписью Ла-Шем, предназначался госпитал. А с надписью Ла-Азазель, куда? Отправлялся к Азазелю. Что же это показывает? Это показывает, что мы сами не можем быть инициаторами своего спасения. Не мы определяем, кому из нас спасенному быть, да? Кто определяет? Бог. Определяет Бог. Но какая разница? Один Агнец, он понес на себя грехи наши, немощи и болезни, да? Другой Агнец окорпил крышку ковчага. И все это один наш Господь, правда? Ишуа Аммашеях. И не мы предназначаем жребий для нас, но наше покаяние очень важно, и мы имеем в всем ответственность за него. Итак, не мы сами зависим, не от нас зависит спасение, правда? Но от нас что зависит? Решение. От нас зависит решение. Мы не можем быть спасены нашей праведностью. Сказал Иоу Илефас. Человек праведнее ли Бога, и творение чище ли Творца своего? Иоу 4.17. И то же сказано. Если бы ты, Божий, хранил все преступления, кто бы из нас, о Господи, остался стоять перед собой? Салмы 130.3. Нумерация псалмов я даю по еврейской Библии. Смягчение суда объясняется тем, что от него не сокрыто, как легко может быть поколеблен человек, как сильно на него могут влиять общество, интеллектуальное агностицизма, заблазны пагубных наслаждений, пригодятные силы, идеологии. Один человек может казаться святым, потому что он вырос в благородном окружении, а другой поддался злу, потому что вырос в дурной сезве. И они оба могут быть похожи друг другу, как две капли воды, и внешностью, и характером. Правда? Но есть какое-то определенное значение. Человек обладает свободной волей и несет ответственность за содеянное им. Значение Гараля в ритуале Авода. Итак, два ритуальных козла были абсолютно одинаковые. Судьбы их были совершенно противоположны. И это не зависело от них самих. Тем самым подразумевается, что искупление, оно зависит от кого? От Господа. Хорошо. Еще как этот день называется? День смирения. Да? День смирения. Посмотрите внимательно на вашу Библию. Так. И смотрите. Смиряйте. Да? И смиряйте что? Души ваши. Смиряйте души ваши. Да. Хорошо. Какой это у нас стих? Так что... Это вечная суббота покоя. Смиряйте души ваши. Тридцать. Второй стих найдите. Так. Нашли тридцать второй стих. Так. Справа внизу там. В и не тем. В и не тем. Видите? Айн. Нун. Ют. Корень. Да? И не тем. Смиряйте. Смиряйте. У нас в русском языке есть слово шалом. Шалом. Да? Мир. Шалом. Мир. И если шлим смирять с корнем шалом в иврите. Но в данном случае употреблено слово с корнем ани. Айн. Нун. Ют. Ани. Ани. Что означает? Смиренный, бедный, нищий. Ани. Ани. Я бедный. Я нищий. Я наг. Да? И я смиренный перед Господом. Для слова бедный в иврите есть ани. Видите? Ани. Я. Ани. Ани. Да? А как смиренная будет женщина? Ани. Та. Есть такое имя? Да. Ани. Та. Хорошо. Я бедный, я смиренный перед Господом. Я понимаю, что Господь царь всего. Я стремлюсь к Нему. И я знаю, что Он единственное мое спасение. Вот это очень хорошо, интересно ассоциируется с Новым Заветом. Помните Евангелие от Матфея? Оно было написано на каком языке? На иврите. И многие вещи Нового Завета, кстати, в особенности Евангелие от Иоанна, очень хорошо звучат именно на иврите. Итак, блаженные нищие духом. Да? Ашрей. Ашрей. Какие? Ани. Тим. Б. Руах. Блаженные нищие духом. В еврейской традиции дух человека может быть смиренным, кротким духом. Какой он будет? Анаут. Рох. Рох. Ана. А, Рох. Анаф. Извиняюсь. Рох. Анаф. Вот. Ют. Вав. Это кроткий смиренный дух. И какой рох бывает? Гвоа. Гвоа. Великий, да? Гвоа. Великий. Гебор. Сильный, да? Гвоа. Это какой? Надменный. Переводится надменный дух. И так, чтобы мы были, видите, блаженны нищие духом. Но можно еще веревести блаженны смиренные. Да? Счастливые. Ибо что они сделают? Что? Вот. То есть, для того, чтобы быть царствием Божьим, для того, чтобы быть с Богом, мы должны какой иметь? Смиренный. А вот этот Рох. Гвоа. Он не наследует. Царство Божие. Надменный дух. Очень интересно еще в Иоанна, помните, 15 глава Евангелия от Иоанна. Там есть интересно. Господь говорит, я есть виноградная лоза, а вы то ветви, да? А вы ветви. А как будет виноградная лоза? Баре при чего? Плод виноградной лозы. Баре при ГФН, да? Они ГФН, я виноградная лоза, та самая, ВАТМ, а вы? АНОВИМ, АНОВИМ, это вот эти грозди винограда, на которые виноградные, вот эти сами виноградинки, да? Вот это грозь винограда, АНОВИМ, АНОВИМ. Смотрите, АНОВИМ, виноградные лоды, но АНОВИМ, АНОВИМ, здесь ВАВ, АНОВИМ означает что? Смиренные. Я виноградная лоза, А если вы смиренные, АНОВИМ, то вы принесете много чего? АНОВИМ. Видите, как интересно, да? Итак, Йом-АНОВУТ, следующее, это название праздника, Йом-АНОВУТ, это день чего? Смирение, АНОВУТ, Йом-АНОВУТ, день смирения, день, когда мы смиряем, души наши. Еще этот день назван как ШАБАТОН, да, еще какой этот день называется ШАБАТОН, 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 есть ШАБАТ, просто ШАБАТ, а это Большой ШАБАТ, помните? ШАБАТОН, НЕХЕШ, ЗМЕЙ, НАХШОН, Большой ЗМЕЙ, ГЭВЕР, это Муж, Мужчина, Сильный, ГВАРТАН, Мужик, что время нарезвить, еще переводится жлоб, чтобы вы знали, Анда, Большой, ШАБАТОН, то есть, это не просто Суббота, а какая? Большая Суббота, и вы знаете, что Суббота, она с каким понятием в Иудаизме прежде всего связана? Ну, выходной, выходить надо на улицу, ШАБАТ, ну, что мы говорим? ШАБАТ, ШАЛОМ, да, ПОКОЙ БОЖИЙ, да? И для народа Божьего еще остается субботство, для того, чтобы войти в его покой. Вот это тоже, если произносить на еврите, очень интересно получается, потому что слово ШАЛОМ, это не только покой, в том дело, что вот мы тут работали, 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 а сегодня сидим, ничего не делаем, и у нас покой. Да? И успокоился Бог, там, заработал своих, сказал, все, ШАБАШ, ШАБАШ, сказал Господь, отдыхал. Но еще второе понимание ШАЛОМ, это что, полнота. То есть, для того, чтобы войти в Божий ШАЛОМ. И не все вошли в Божий ШАЛОМ, не только в покое, но не все вошли в Божью полноту, правда? Из-за чего? Из-за неверия. Правильная мысль? Видите, как интересно это все сочетается с Новым Заветом. Очень интересно. Итак, не все вошли в ШАЛОМ Божий, в Божью полноту, из-за неверия. Это ШАБАТОН, это особая СУБОТА. И еще вы знаете, что СУБОТА, она связана с понятием святости. Но мы об этом будем более подробно говорить, когда о СУБОТЕ. Вот мы тут с братом спорили. СУБОТА абсолютно не влияет на наше спасение, да? Но СУБОТА очень тесно связана со святостью. Потому что что сделал Бог, когда назначил СУБОТУ? ОСВЯТИЛ ее. Он отделил ее от других дней. Отделил. Отделил. Что означает Кадош Святой? Святой? Кадош, да? Так. Вот нет у меня второй заколки. Ну, женщины, неужели у вас все такие короткие волосы, что нет второй заколки? Тут же снимается все на этом. Кадош. Кадош. Кэ-да-ша. А ну, в русском языке есть такое слово? Очень похоже на Кадош. Кадушка, да? Подушка, бабушка. Ушко – это что-то уменьшительное. Если есть Кадушка, то что есть? Кад. Кад. Вот слово кад означает, и в русском языке кадка – сосуд. Сосуд. Слово кад означает сосуд. Кад – это сосуд. Кадош – отделенный. Потому что значение глагола освящать, делать святым – это что означает? Отделить, да? Есть отделение от. Это два аспекта взятости. Отделение от. И отделение что? Для. Вот первое, что освящали, помните, эти сосуды для скини, да? Их отделяли. То есть, туда уже бульон мясной не ложили, допустим. Или не мог священник там покушать, потом помыть эту тарелку и принести в присутствие Божие, да? Он был сугубо отделенный только для определенной цели. Мы тоже кто? Кадим. Какие мы? Кадэгдашим. Сосуды святости. Потому что есть еще сосуды для не очень святого употребления. Правда? Кад. Видите? Значение отделять сосуд. Он тоже отделяет содержимое от чего? От всего остального мира. Кад. Сосуд. Кадош святой. Да? Это один и тот же корень. Один и тот же корень. Итак, это суббота, день отделенный для Господа. И Йом-Кипур, это что же? День святой, отделенный для Господа. И это особо большая суббота. Хорошо. Следующее название. Сейчас мы уже закончим. Йом-Ха-Дин. 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 День чего? Дин это что? Суд. Йом-Ха-Дин. Судный день. Судный день. От слова суд. Да? Судный день. Как эта война называлась, которая началась в этот день? Судный день. Да? И правда? И такой был жребий очень нехороший. Уже приготовили Мошедаян и Голдомейер Себецяне стыкали и ждали, какой им жребий выпадет. Принимать его или не принимать. Но все Господь сделал к радости и благословению Божьим. То есть, это день суда. Это очень серьезный день. Помните, мы говорили о судах Божьих? Я хочу еще раз об этом напомнить. Потому что вот я в эту пятницу так проводил как бы собрание двух ячеек, двух домашних групп. Ну, мы там уже немножко подкованные люди, а с другой там есть много молодых, и вот я вижу, что молодые люди не понимают значения Божьих судов. Я там процитировал Римлянам 14 дробь 10. Найдите это место. Я говорил о Божьих судах. Римлянам 14 дробь 10. Римлянам 14 дробь 10. Где-то сейчас у меня уже столько закладок. Что ты осуждаешь брата своего или что ты унижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. И это написано живой я. Хайя живой Господь. Говорит Господь. Передо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя отчет Богу. Будем мы судиться? Обязательно будем. Потому что Библия это конечно некоторые вещи нам не совсем могут быть понятны, но по крайней мере говорит о двух судах. Может быть их и больше. А в одном суде которые приходят праведники и в одном суде куда неверных. Итак, все мы предстанем на суд Христов. И тут же я слышу из задних голосов А праведник он на суд не приходит. И сразу мне вспоминается цитатник товарища Кота. В 70-е годы в Китае была так называемая культурная революция. Мао Цзэдун Мао это вообще по-китайски код. Мао Мяо да? И вот все ходили с такими цитатниками или там разные цитаты очень интересные. Вот. Типа добей собаку по скользнувшуюся в воду. Добей собаку по скользнувшуюся в воду. Или там Россия это бумажный тигр. Ну и так далее. Хорошо. Да. Но понимаете некоторые превращают Библию в этот цитатник товарища Кота. Верующий за суд не приходит. Ну давайте посмотрим. Во-первых это даже половина стиха. А неверующий уже осужден потому что что? Не принял сына Божьего. Правда? Найдите это место. Это Евангелие от Иоанна Иоанна 3 18 Это нам очень важно понимать. Видите? Что же получается? Они берут вот этот стих даже половину стиха и говорят ну что на суды вообще-то суды это для всех неверующих. Верующий на суд не приходит. Разве написано что верующий ни на какой суд не приходит? В этом же стихе полностью ответ на какой суд не приходит верующий. Потому что неверующий уже осужден. Значит это суд для неверующих. Но есть и суд для верующих. И такое же понятие двух судов это суды во время Рош-Гошана и суд во время Йом-Кипура. Итак суд на Рош-Гошана он для кого? Для верующих или неверующих? Для праведника и верующих. Мы уже говорили. А вот последний суд это те которые не попали на первый суд вот те попадут на второй суд. Это очень страшный и очень грозный суд. И там есть такое понятие книги жизни. Книги жизни. Вот эти понятия книги жизни очень соответствуют пониманию страха Божьего. Ну вообще интересно страх Божий там тоже есть много разных синонимов. Иду я по улице и вижу салон красоты Элеонора. Элеонора страх Божий. Видите заходит красавица девушка а выходит оттуда страх Божий. Нарочно не придумаешь да? Видите Бог Эль-Ха-Гадоль Агибор Ха-Нора Бог великий какой сильный и ужасный. Кто забыл вспомнит Гудвин великий и ужасный да? притча о лжи Мессии который прилетел на воздушном шаре. Помните? Это очень интересная сказка притча мы ее как-нибудь разберем. Итак Божий суд Йом-Ха-Дин Йом-Ха-Дин Божий суд и так праведник идет на Йом Рожа-Шана а здесь на Йом-Хипур Еще второе название Божия суда это Бог он кто? Шофет Шофет Бог судья Шофет Божий суд Е-Го Шофат Помните долина где будет происходить Божий суд над народами Некоторые говорят что это отдельный Божий суд над народами Я могу это сказать что это происходит суд над Гоим над язычниками и в то же время можно сказать что вот этот суд который над кем? Над неверующими Правда? Його Шофат Його Шофат Запомните это термин Його Шофат долина Божьего суда В русской Библии Иософат Иософат И когда мы говорим о суде мы говорим о суде и милости да? Милость суд связан с праведностью правда? И милость Вот вы знаете как вот наши отношения часто таким маятником вот здесь суд вот здесь страх Божий вот здесь праведность да? здака здака а здесь милость хана есть хана милость есть хэсет вот милость превозносится над судом хэсет превозносится над дин хана здака то есть милость и суд вы знаете когда вам читали помните может быть второй курс историю пробуждения если не ошибаюсь это Питер говорил так еще две минуты полминуты хорошо все все сейчас я буду больше спорить чем буду говорить что есть пробуждения которые связаны со страхом Божиим помните 18-19 веке люди падали низ да? и боялись а наше пробуждение оно связано с милостью да? мы радуемся но я вам скажу что у нас должен быть и страх Божий но самое страшное оказаться в каком положении? в среднем да? знаете в машине есть механизм все есть такая мертвая точка вот это самая страшная точка хорошо благословен Господь продолжим на следующем занятии когда мы говорим о Божьем суде мы еще говорим о Божьем страхе страх Божий помните мы говорили Элеонора Бог Эль Хагадоль Хагиболь Хагадоль Хагибор Ха Нора да? Бог какой? Великий сильный и страшный да? ну некоторые христиане так говорят что мы пребываем в любви Божьей правда? а где любовь там не может быть никакого страха правильно это вождение или неправильно? помните как вы говорили насчет проклятия да? проклятие есть два слова и слово страх тоже есть два слова когда мы говорим вот о таком страхе когда А вы меня боитесь? Трепещите, трепещите, трепещите. Вот это мы употребляем пахат. Понимаете, пахан тоже такое слово, да? Пахат. Да, вот это страх, который люди боятся чего-то конкретного. Когда говорят о Божьем страхе, употребляется ера. Пахат. Это страх конкретно чего-то. Ера – это Божий, страх Божий, да? Ера. Какой корень? Да, ира, может быть, тоже подходит под это. Хорошо. Ра, да? Что? Видеть. Ера. Буквально, дословно означает «он увидит». Ну, еще есть такие синонимы. Вот как эта у меня штука называется? Кипа. Видите, от слова «копоры». Кипа, копар, покрывать. Ем кипур, да? А второе название – ере-малка. Ере-малка. Это вариант арамейский, идийский, еры. То же самое, что ера. Малка. Малка – это какой? Царский. Царский страх, да? Помните, Бог не употребляется в разговорной речи. Мы не говорим «страх Божий», да? Страх царский. Или, какой еще есть? Ера-шамаем. Ера-шамаем. Шамаем – небо. Тоже иногда является синонимом Бога. Ера-шамаем. Страх Божий. Видите, он говорится, что ера, то есть Господь, он все видит, да? Он увидит. Он увидит. То есть, мы имеем страх, что Бог увидит. Да. Ера-шамаем. То есть, то, что Бог увидит. Какой аспект нашего страха? Безусловно. Если царь и царь грозный, то человек боится наказания, да? Но вот для некоторых детей, ну, их немного, конечно, принцы, кроме, да, для них это не просто грозный царь, но это и родной отец. Правда? Правда, бывали случаи, что и цари тоже своих сыновей убивали, как Петр I, например. В том случае, если они подозревали их в измене, да? Но в большинстве случаев это что? Отец. Значит, наше отношение к Богу, это, во-первых, и все, кто он для нас, да? Он может быть для нас чужой, грозный царь, но он может быть грозный царь и в то же время наш родной отец. Поэтому страх у нас тоже к такому царю может быть разный, правда? Страх к отцу, то есть, это, значит, скорее уважение. Скорее уважение. Еще что интересно. Согласно еврейской традиции, все записываются наши дела. Вот как-то вам молились и поставили вот эту камеру, да? И что? И потом просмотрели, что случилось, да? Так вот такая камера огромная стоит на небе. И там все это пишется, да? Ну, в Библии употребляется слово книги. Помните, книга жизни, говорится. И другие книги. И другие книги. То есть, есть книга жизни. Вот я искал сегодня долго это место. У меня была закладка, выпала. Есть книга успеха. Книга перечисления грехов наших. То есть, есть разные книги. Есть разные книги. Не только одна книга жизни. Согласно еврейской традиции, есть разные книги. Подожди. Сейчас, минуточку. Я докончу мысль. Есть разные книги. И в этих книгах буквально записывается все, что есть. Ну, я не думаю, что это ангел сидит и с пером пишет. Ну, в моем сознании это нечто вроде компьютерного файла. Да? И вот, когда человек в каком-то грехе кается, что случается с этим грехом? Стирается. Если я вот здесь начну стирать, то у меня останется след. Но если я возьму на компьютере, сотру этот файл и заново его перепишу, то уже восстановить я его, скорее всего, не могу. Ну, разве что с особым программой. То есть, так бы, как будто нет, да? Поэтому мы можем прийти и откроем книгу, где наши грехи записаны. И что там? Чистая страничка, да? А другая книга, там идет итог Божьих судов. То есть, как говорят, что сделает доброго, что плохого. Но когда кровь Ешуа Мессии, она смывает наш грех из этой книги, да? И страница становится абсолютно чистой. Грехов наших уже нет. Значит, мы можем быть записаны в какой книге? Книге жизни. Ну, вы знаете, что всегда, когда есть суды, есть еще возможность апелляции. Правда? И есть какой-то суд уже самый главный. Как говорится, приговор окончательный, да? И обжалование не подлежит. Поэтому, кроме того, что вы записаны, решение суда еще подписывается. И что ставится? Печать. 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 Совершенно верно. И в Новом Завете четко об этом сказано. Давайте, Миша, вот как раз это место нашел. Ефесянам 1.13. Да. Хорошо. Толик у нас найдет. Давай. Ефесянам 4.30. Библия есть? А? Библия. Не Толик? Хорошо. Ефесянам 4.30 скажешь устно. Так, хорошо. Нашли? Миша, ну давай. Ефесянам 1.13. Так, ладно. Выключите пока камеру. Что хотел спросить? Пиши. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, который вы заповед, запечатлены в день искупления. Итак, в какой день мы запечатлены? В день искупления. Видите, христиане говорят, ну в день, когда Ишуа искупил тебя. А мы, говорим, в день искупления, это какой день? Йом-Кипур. Йом-Кипур. Одно название Йом-Кипура. День искупления. Видите, как интересно. Новый Завет, это является продолжением Танаха. Или то, что говорят Ветхий Завет. Мне это не нравится, слово Ветхий. Это относится к такой одежде, которую надо выкинуть, и она уже ветошь, ни на что не годится. Правда? Хорошо. А теперь мы продолжим и поразмышляем о том служении в историческом аспекте. Которое происходило в это время. Вы помните, еще я хочу ваше внимание остановить на том, что происходило в историческом плане, когда евреи выходили из Египта. Помните, к какой день они вышли из Египта? Песок, да? Вы можете внимательно посмотреть. И там отмечено, что они шли семь дней. Они шли семь дней. Три дня было что? Очищение, да? Сорок дней. Что было? Маше на горе. На 50-й день пришел Маше, принес Тору, да? У евреев как-то вот, ну, видно под влиянием ортодоксальной традиции. Вот этот день, когда они стояли перед горой, или под горой, да? И слышали глаз Божий. И сказали, что сделаем и будем слушаться. А потом Маше пошел на гору. Вот. Но все-таки я, опять-таки, считаю. У них как бы эти два события совместились в одно. Я считаю, что хронологически, именно что вот, это когда на 50-й день Маше сошел с горы. 50-й день, я имею в виду, от выхода из Египта. Хорошо. И что же с теми скрижалями случилось? Он их разбил. То есть, буквально только договор был заключен, и тут же он был разбит. И пришлось заключать новый договор. Вот. Ну, я уже не буду, может, Джан Шайлс Драссер еще скажет, что как-то по-другому. Но все-таки многие говорят, что это намек на два завета, которые люди не могли сдержать, и на необходимость второго завета. Но, как мы знаем, на вторых скрижалях было написано то же самое, что и на первых. Правда? Но были даны еще какие-то дополнительные инструкции. Потому что, вы помните, Бог уже не мог находиться в это время среди Израиля. Вначале Бог находился в стане Израиля. И Израиль был вокруг Бога. И когда снимался столб этот, и он шел впереди, а Израиль шел за ним. Но после того дня, как Израиль согрешил с золотым тельцом, что случилось? Бог сказал, я не могу быть среди этого народа. Мы, помните, читали это место. Потому что я их всех уничтожу. Не потому что Бог такой злой. Потому что просто святой человек, не святой человек не может находиться в Божьей присутствии. И где уже Бог оказался? Не останусь, за останусь. Помните? Выйдем, за останусь, неся его выругания. То есть, Господь оказался вне стана. И в том месте, где был столб, там что поставил? Скинию. Мешкан. Мешкан. Палатка, да? Мешкан. Это палатка. Мы будем говорить об этом более подробно в Суккот. Да. Но это была скиния не та еще, где находился Ковчег Завета. Просто там Маше общался с Богом, да? Бог не мог находиться среди Израиля. И после того, как Маше пошел еще на 40 дней, Бог дал еще ему разъяснение. И когда спустился второй раз Маше с горы, какой это день был, согласно еврейской традиции? Это как раз был день Йом-Кипур. Это тот день, когда Маше второй раз спустился с горы. И у евреев еще было 5 дней для строительства чего? Скинии, да? Вот так. Все это было быстро подготовлено и сделано. А через 5 дней после Йом-Кипура мы празднуем какой паздник? Суккот. Суккот. Который также связан со скинией. Хорошо. Итак, исторический аспект. Это второй раз спустился Маше с горы. Опять-таки, Маше представлял людям кого? Бога. Еще есть живой образ, представляющий людям? Бога. Отца, да? Кто отца видел, тот видел меня. Так, хорошо. Сколько раз Маше являлся народу в Божьей славе? Два раза. Сколько раз еще? Один раз он уже приходил на эту землю, да? И второй раз он еще явится на эту землю. Разделяло это лето, да? Лето. Здесь такое слово написано. Господь идет впереди тебя, и Бог израиля привезает. Да? Потому что там было, что для одних он был столбом огненным, для других темнотой. Когда египтяне шли сзади, да? Бог был для них тьмой. Для египтя. И в то же время Бог вперед освящал Израиль. Для Израиля он был светом. То есть, Израиль находился в Божьей присутствии. Впереди был свет, сзади было что? Тьма. Хорошо. В храме. Сколько обычно храмовых служб было? Мы сейчас будем разбирать храмовое служение. Вообще, сколько вот каждый день в храме были служения? Три. Почему мы знаем? Да. То есть, евреи сейчас продолжают те же самые служения. Только они жертвоприношения заменили молитвой. Так, первая молитва, как называется? Шахарит. Почему она называется Шахарит? Шахор? Это что? Заря, да? Шахар темный. То есть, она начинается на самой зере. Еще когда темно. Шахарит. Следующая полуденная молитва. Ну, сейчас ее евреи объединяют для того, чтобы люди делали молитву, придя на работу. Знаете, ведь мы же живем в нееврейском мире, да? Поэтому мы здесь можем в полдень прерваться на молитву. Вы сами понимаете, да? Вот. Но. Минха утром во сколько было? Девять? Это Шахарит утром во сколько было? В девять утра, да? Мы видим. Идя в третий час с молитвой. В Новом Завете тоже самое есть. Минха была в полдень, да? Вот. И следующее. Маорив. Маорив. И была тьма с часа шестого до часа девятого. А девятый час это сколько? Шестой час это середина полдень. Три часа дня, да? Значит, девять. Это традиционно в храме, если по нашему в 9.00, в 12.00 и в 15.00. Кроме того, была дополнительная молитва, все эти молитвы сопровождались жертвоприношением. Была еще дополнительная молитва Мусав. Мусав. Молитва Мусав произносится в Новом Месяче и в некоторые еврейские праздники. Это было дополнительное жертвоприношение. Но, вот так, получается, каждый день у евреев сколько? Три. В празднике сколько? Четыре. А на Йон-Кипур сколько? Пять. Потому что пятая, последняя молитва происходила уже, вот это в 3 часа, да? На Илла. То есть, уже когда закрывались, закрывались ворота в храме. Ворота в храме на ночь закрывались, да? На Илла. На Илла означает закрытие. Закрытие в данном случае конкретно ворот в храме. Мусав – это дополнительная жертва, которая приносилась на праздник. В праздничные дни приносилась дополнительная жертва. Мусав. Мусав. Как происходила молитва, например, на Мусав? Мы можем взять пример. Мы, опять-таки, не знаем, что говорилось в храме. Но по тому же принципу. Помните, что если мы не имеем храма, то каждый Израиль свят, каждый первосвященник в своем доме, да? Дом превращается в храм. Синагога тоже является малым храмом. Вот. Мусав. Я вам только немножко зачитаю. Это очень интересно для нас. Во время Мусав читался, в частности, Псалом 118. А у нас это не 118. И стесненно возвал я к Господу. И простором ответил мне Господь. Господь со мной. Не устрашусь. Что может сделать мне человек? Посмотрите, это или 117, или 119 в Русской Библии. Господь со мной. Не устрашусь. Что может сделать мне человек? Адонай ли ло и ра. Ма я се ли адам. Знаете эту песню? Адонай ли ло и ра. Ма я се ли адам. Хорошая песня. Надо будет нам ее выучить с вами. Господь помогает мне. И я вижу впадение врагов моих. Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на человека. Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на вельмож. Окружили меня все народы. Но именем Господа сокрушу я их. Облепили меня словно пчелы. Как пламя, пожирающее кустарник. Но именем Господа сокрушу я их. Многократно пытались повергнуть меня. Но поддержал меня Господь Бог мой. Сила моя и песнь моя. И Он спасение мое. Голос ликующий, возвещающий о спасении. О ком? О спасении. О чем? О ком? О Е-Шу-А. О Е-Шу-А. Коль-ри-на. В-Е-Шу-А. Голос радостный, который говорит о чем? О спасении. Или о Е-Шу-А. В шатрах праведниках десница Господа дарует победу. Десница Господа берег вверх. Десница Господа дарует победу. Не умру я, но буду жить. Мы это тоже иногда поем. Правда? И рассказывать о деяниях Господа. Сурово наказывал меня Господь, но смерти не предал меня. Отстройте передо мною врата праведности, и я войду в них, вознеся благодарность Богу. Это врата Господа, праведники войдут в них. Буду благодарить Тебя, ибо ответил Ты мне и был моим спасителем. Еще раз повторяется. Буду благодарить Тебя, ибо ответил Ты мне и был моим спасителем. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Видите? Е-Шуа это не просто так сказал, да? Это слова традиционной молитвы, которая сопровождалась жертвоприношением Минха. Еще раз повторяется. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это очень важно. По воле Господа произошло так. Чудом это выглядит в глазах наших. По воле Господа произошло так. Чудом это выглядит в глазах наших. Этот день установил Господь. Будем же ликовать и радоваться. Этот день установил Господь. Будем же ликовать и радоваться. Первый раз говорит. А второй раз повторяется община. Следующие строфы. Вся община говорит громко. Я читаю Иссидура вам. Я читаю вам Иссидура службу на Минха. Я говорю, что она включает в себя псалом этот. Но это не только один псалом. Следующие строфы. Вся община говорит громко вслед за Кантером. Мы молим Господи, спаси нас. Мы молим Господи, спаси нас. Мы молим Господи, даруй нам успех. Мы молим Господи, даруй нам успех. Именем Господа благословен приходящий. Именем Господа благословен приходящий. Как это будет на еврике? Борухабам, Бешем, Адонай. Именем Господа, повторяется, благословен приходящий. Мы благословляем тебя из храма Господа. Всесилен Господь, Он не спасал нам свет. Приведите же праздничную жертву к выступам жертвенника. Всесилен Господь, Он испослал нам свет. Приведите же праздничную жертву к выступам жертвенника. Ты, Бог мой, и я буду благодарить Тебя. Ты всесильный, и я буду превозносить Тебя. Ты, Бог мой, и я буду благодарить Тебя. Ты всесильный, и я буду превозносить Тебя. Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечно милость Его. Как будет? Аллилуйя! Вот так это происходило. Слушайте, как быстро время вести, да? Хорошо. Мусаф – это дополнительная праздничная жертва. И я вам прочел молитву, которая сопровождала эту жертву. Не-Ила. Не-Ила. Это И, это Эл. Я так написал, Павел? Не-Ила. Закрывание. Это только на Йом-Кипур. Да. Особая молитва перед закрытием ворот храма. Ладно. Хорошо. Ой, хорошо мне с вами.